40 дней назад не стало почетного работника высшего образования России, ректора Забайкальского государственного университета, профессора Юрия Резника. Сегодня в его памяти открылась галерея портретов руководителя университета, тогда еще Читинского политехнического института. Анжелика Понебрашина тех, кто вложил бесценный вклад в развитие образования. На этом портрете Юрий Резник изображен в привычной атмосфере, в своем рабочем кабинете. Художник-портретист Вячеслав Скроминский писал портреты уже после смерти, поэтому в работу вложил не только талант, но и душу. Такое было впечатление, что он живой где-то, где-то рядом, но видимо, вот я говорю, есть какие-то моменты непонятные. Работа шла хорошо и вроде как живой человек. Некоторые портреты шли тяжеловато, потом, допустим, я спросил, некоторые люди были просто сложные по натуре, со сложной судьбой, и видимо, это немножко отражается все-таки. Он был профессионалом своего дела, человек с простой душой и четкими жизненными принципами. Юрия Резника уважали за умение отстаивать свою точку зрения. За 10 лет университет под его руководством охватил научным поиском 27 отраслей науки. Количество специальностей возросло с 12 до 55. С его мнением считались, к его слову прислушивались. Его позиция была весома для десятков международных академий наук. Юрий Резник жил на работе, а проблемы университета волновали его до боли в сердце. Он очень болел душой за любые проблемы, которые возникали в университете. Ну, какие-то сложные моменты возникали. Это действительно человек, который, не помню слову, действительно болел душой. Я всегда говорил и буду говорить для Юрия Николаевича, это был второй дом. Второй дом. Картинную галерею открывает портрет основателя и первого руководителя тогда еще Читинского политехнического института Юрия Кулагина. Подкупают искренностью портреты Эдуарда Спирина и Бориса Костылева. Ведь каждый из них внес свою лепту в развитие университета, который теперь по праву является одним из ведущих вузов Забайкалья. Анжелика Панибрашина, Вадим Светлаков. Вести. Чита.